Общаясь с предпринимателями и экспертами, я поняла, что они находятся в таком небольшом смятении. Они понимают, что резервные фонды у них заканчиваются, накопленные средства заканчиваются, а продажи проседают. Продаж сейчас стало меньше, клиенты покупают меньше, объясняя это тем, что может быть попозже, сейчас мне ваше предложение не актуально, может быть в другой раз и так далее. Но, что бы ни случилось, в любом случае нам нужно двигаться в сторону продажи, от этого никак не уйдешь. Почему? Потому что в бизнесе продажа – это единственный инструмент, который может генерировать прибыль. То есть за счет продажи в бизнес приходят деньги. Если у вас есть офигенный продукт, товар или услуга, но вы его не продаете, денег у вас, соответственно, не будет. И я вас приглашаю в фокус-группу, где 4 дня мы будем работать над увеличением вашего дохода. Основным рычагом увеличения дохода будет, конечно же, продажа. Работать мы начнем с 31 октября по 3 ноября. Как бы предприниматели не экономили свои резервные фонды, все равно резерв заканчивается, а пополнять его нужно, и пополнять нужно только продавая свой продукт, свой товар и свои услуги. Если у предпринимателя или эксперта заканчиваются средства, то продажи они осуществляются со стороны слабости. Это как морковка сзади, когда мы очень сильно переживаем, мы боремся за клиента, мы пытаемся его уговорить, даже не понимая, что иногда это вообще не целевой клиент, и ему вообще не нужен наш продукт. Потому что мы очень волнуемся, что у нас вот-вот закончатся деньги, а у нас нет продаж. А у нас еще обязательства, а у нас еще работники, которым нужно платить. Но есть продажи со стороны силы. Когда вы только начинали свое дело, когда вы стартовали, и у вас еще не было стабильного дохода, в продаже шли тяжело, потому что вы нервничали, вы хотели продать продукт, вы хотели заработать прибыль, вы боролись за этого клиента. Стрессовое состояние клиент всегда считывает. Поэтому менеджерам по продажам даже говорят, что когда ты в плохом настроении, когда у тебя нет настроения на продажу, когда у тебя нет ресурса, лучше не выходить, потому что сольешь клиента, а потом вернуть его будет достаточно проблематично. А что такое продажи со стороны силы? Это когда у вас есть деньги, и вам спокойно. И вспомните то время, когда вы сделали одну сделку, вторую, третью, вы продали свои продукты, и потом вы понимаете, что это уже 10-е, 20-е, 30-е продажи, и вам легко. И когда вы в ресурсном состоянии, вы выходите на продажу, либо вы вдохновляете своих менеджеров по продажам, и они очень легко продают, вы очень легко продаете, и соответственно, продажи происходят систематически. То есть у вас нету никаких просадок, у вас постоянно генерируется доход. 31 октября по 3 ноября я вас приглашаю поработать со мной в фокус-группе, потому что я очень люблю продажи, я коммуницирую с клиентами каждый день, мне очень нравится продавать, я извлекаю из этого каждый дневный опыт, поэтому мы не теряем время, так как действовать нужно уже сейчас, в позиции силы, пока у вас есть энергия, пока у вас есть ресурсы денежные, и обязательно пишите мне под этим постом или в личку «Хочу фокус-группу», участие бесплатное.